Дорогие друзья, сегодня второй день ретрита в Польше. Мы сейчас находимся примерно в 40 километрах от Германии и 40 километрах от Чехии. В месте, где старые были такие замки. Мы уже побывали в некоторых завтра еще. На этом ретрите находится 50-60 человек взрослых для опознания интеграции разных народов. Особенно работа с иммигрантами, которые едут из Украины непосредственно России, Белоруссии. И уже в этой церкви есть много людей, которые приехали и нашли эту церковь как свой дом. Мы были здесь не только сами, но приехали еще друзья из Германии. И послание сегодня, интеграция людей в общину, в церковь. И особенно здесь, в этой церкви, называется полночь, открытость к еврейскому служению очень большая. Они открыты начать служение и служат уже сегодня. Даже команда уезжает завтра в Израиль помогать в Штароте. И мы понимаем, что Бог делает свою работу. Буквально несколько минут и начнется еще один вечер служение. Сегодня будет проповедовать друг из Швейцарии, Шон, который будет посещать и наше молодежное служение. Поэтому я прошу, чтобы вы тоже молились за нас. Послание, которое мы имеем сегодня для общины, для церкви в Польше, это церковное отношение к Израилю. Может ли быть Израиль церковью или церковь может быть Израилем? Как сотрудничать вместе с мессианскими общинами? Для того, чтобы послание к еврейскому народу, послание к церкви. Оно было открыто на уровне работы с Израилем и взаимодействие последнего времени евреи и неевреи вместе в одном теле мессии. Как мы говорим, один новый человек. Ишуа разделил, вернее, он разделяющую стену, которая между евреями и неевреями стояла, многовековая, разрушил своим телом. Посему мы сегодня являемся детьми Авраама и церковь Якова и детьми Авраама по вере. Можем служить Богу, которому поклонят наши праотцы. Я верю, что это важное послание для многих общин церквей. Особенно буду говорить так напрямую. Может, если церковь, это из-за нового Израиля, тогда почему нет шабата, нет всего? Если нет, а мы в Писании видим что-то не так, то должно быть сотрудничество и вспомогательная часть в еврейском сгружении для обоих, евреи и неевреи вместе. И это послание для нас важным сегодня стоит, как нам работать с общинами, церквями Европы, на уровне взаимоотношений с мессианским движением, послание к евреям, послание к неевреям, послание любви, послание милости, послание взаимоотношений. И пускай нас во всем Бог благословляет. Спасибо, что вы молите за нас. Мы очень благодарны каждому из вас. Большое вам спасибо.